То, что мы называем песочницей, это вот такой сайт SiloTrackWorks, который специально разработан для того, чтобы участники курсов и тренингов на SiloTrack могли публиковать здесь свои работы, свои материалы, которые разрабатываются в рамках заданий SiloTrack. И у каждого участника есть персональный личный доступ к этой песочнице для того, чтобы публиковать свои материалы под своим именем. Что нужно сделать для того, чтобы зайти в песочницу? Ссылка у вас будет в вашей группе. Имя пользователя – это первая часть вашего имейла, под которым вы регистрировались на программе. Пароль. Сначала вам дадут один общий временный пароль, который вы вводите для того, чтобы подключиться к песочнице, и затем поменяете пароль на тот, который вам более понятен, более удобен, который будет ваш личный. Вы заходите в админку. Первым делом в профиле вы меняете новый пароль. Вот здесь пишите «Установить новый пароль». Можете здесь вписать свой пароль, который вам удобен, либо использовать тот, который автоматически сгенерит система. И вот здесь обязательно нужно нажать кнопку «Обновить профиль», чтобы этот новый пароль записался. После того, как вы изменили пароль, можно перейти к созданию материалов. То, что вы делаете, новые публикации, вы делаете это в разделе «Записи». «Записи добавить новую». Или вот здесь вверху есть кнопочка «Плюс добавить новую запись». Когда вы пишите, нажимаете «Добавить новую запись», вы переходите вот в такой интерфейс, где он достаточно интуитивный и понятный. Здесь мы пишем заголовок, кликаем, переключаемся на блок, здесь пишем там текст. Различные типы блоков, которые вы можете вставить в свои материалы, они вот таким образом выбираются. «Плюсик» – самые часто добавляемые, всплывает окошко. Либо «Увидеть все» и вы видите все меню, которое можете добавить здесь в различном формате, с различной версткой, с колонками, кнопками, разделителями и так далее. То есть вы полноценно делаете здесь, верстаете материал, как он выглядит, красиво выглядит на сайте. После того, как вы сделали документ, в принципе, вы можете… Сейчас мы напишем. Если вы остановились на середине своей работы, вы спокойно сохраняете черновик, и он нигде не публикуется, и вы потом заходите и можете продолжать с ним работать. Если вы все подготовили и сделали, то вы нажимаете кнопку «Опубликовать». Что здесь мы проверяем? Видимость открыта, опубликована немедленно. Все. Опубликовать. Вот она ссылка. Копировать ссылку. И затем эту ссылку вы можете… Вот она вот тестовая здесь у нас заголовок, я не написала. Вот эту ссылку вы уже можете вставлять в SiloTrack, в платформу, для того, чтобы сдать задание. Таким образом это делается. Что еще можно… Для чего можно использовать эту песочницу? Мы переходим вот так вот в консоль. Вы можете сюда заливать медиафайлы. Например, если для слайдера или для какой-нибудь инфографики вам нужны медиафайлы с конечным расширением, чтобы они лежали где-то уже опубликованные на сайте. Если вы выполняете задание по мультимедийным форматам, то такое частенько необходимо. То есть вы сюда можете залить нужные вам медиафайлы и взять, скопировать вот здесь URL, буфер скопировать и уже вставить его в нужный вам сервис, мультимедийный сервис. Это если необходимо для выполнения задания. Вот, собственно, песочница и можете заходить, пользоваться и публиковать.